Любители бани изрядно напуганы. Комплекс, куда они приходили попариться с семьей и друзьями, который месяц закрыт. Для многих людей, живущих в частных домах, баня была не развлечением, а возможностью просто помыться. Это очень и очень несправедливо. Если в войну бани работали, то в мирное время бани закрываются. Грибоедова закрыли, на Семенной среде закрыли. Я в эту баню лично, вот с мужем мы ходим с 1994 года, уже почти 26 лет. И всегда баня работала, и всегда люди получали здесь какое-то удовольствие, оздоравливались. Ходить еженедельно в эту баню для многих было действительно настоящей традицией. Старожилы помнят те времена, когда баня только начинала работать. Я посещаю эту баню с 1970 года. На протяжении всего этого периода времени у меня оставалось столько положительных впечатлений о данной бани. Ну, баня есть на Гоголе, но там уже, так сказать, сложившиеся традиции. Ходят постоянно там бригадами по 15 человек и прочее. И когда кто-то туда приходит посторонний, просто невозможно туда втиснуться. Известно, что закрылся банный комплекс после камеральной проверки, проведенной контрольно-аналитическим управлением в 2019 году. Тогда выяснилось, что договор с прежним арендатором ООО «Банный сервис» заключен с нарушениями антимонопольного законодательства. Он также не проходил согласование в администрации Рязани. Договор был экономически невыгодным для города. Ежемесячная стоимость аренды составляла 60 тысяч рублей сроком на 10 лет. Арбитражный суд признал этот договор недействительным. Люди заволновались. Очень жалко, если уберут баню. Хотя говорят, что на Гоголе хорошо. Но на Гоголе она намного хуже, чем она здесь. И поэтому людям, делаются ли люди, ну столько людей отдыхают. Кто-то не в состоянии отдыхать в хороших местах. Я поэтому считаю. И пришел поддержать людей и высказать свое мнение. Что жалко, если бани здесь не будет. Хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города, к любителям бани, развеять все слухи про то, что баня никогда не заработает, что здесь не ведутся никакие работы. Хочу вас уверить, что в настоящее время муниципальное предприятие, муниципальный коммерческий центр ведет все работы согласно федеральному законодательству по выбору арендатора. Арендатор определится уже в этом году, в конце этого месяца. Аукцион должен состояться 22 декабря. Тогда для банного комплекса определят арендатора. Он будет обслуживать здания и коммуникации. Конечно, следить за тем, чтобы люди были довольны качеством услуг. Хотелось бы отдельно отметить, что социальную направленность банный комплекс не потеряет, а наоборот только будет расширять спектр услуг, временные отрезки, где люди, имеющиеся льготы, смогут воспользоваться банным комплексом. Его направленность будет ориентирована на, повторюсь, любителей бани, на семейный отдых и на здоровый образ жизни. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям. В мужском и женском залах сделают косметический ремонт, заменят мебель, отремонтируют техническое оборудование или модернизируют его. К этим работам приступят сразу после оформления необходимой документации. Ориентировочный момент открытия бани – это начало весны 2021 года. Когда люди уже могут полноценно ей пользоваться, я думаю, что будут приятно удивлены изменениями в банном комплексе. В администрации заверили, что ситуацию держат на контроле и что обновленный банный комплекс порадует горожан. Все льготы в нем будут сохранены и даже расширены. Что ж, весной проверим. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».